Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Миллионы людей были безвинно убиты в годы большевистских гонений. Сегодня они нуждаются не только в том, чтобы о них помнили, но и в том, чтобы о них молились. В Биробиджане в Благовещенском кафедральном соборе совершена панихида и митинг у поклонного креста. Подробнее событие в сюжете наших биробиджанских коллег. Каждый год в этот день в Главном соборе области совершается панихида по невинно убиенным жертвам политических репрессий. Богослужение возглавил епископ Биробиджанский Гуздурский Ефрем. Владыка вместе с пришедшими в храм вознес молитву за души невинно пострадавших в годы кровавого террора людей. После богослужения у поклонного креста, установленного за алтарной стеной храма в 2008 году, состоялся митинг в память жертв политических репрессий. Волгой народного горя называл Александр Солженицын бесконечный поток репрессированных в то время. День памяти жертв политических репрессий отмечается россиянами с 1991 года. Именно тогда правительством страны был принят закон о реабилитации невинно пострадавших. Тысячи жизней унесли годы красного террора. Практически каждую семью коснулись гонения безбожной власти. Только в еврейской автономной области было расстреляно 1066 человек, арестовано и выселено более 6000. Вечная память пострадавшим в годы политических репрессий, царствие им небесное, о живущем и продолжающем созидать наше Отечество, крепости и душевных сил. По традиции была объявлена минута молчания. Этот миг под звук метронома как скорбь по безвинно убиенным, как осознание страшной страницы нашей истории. В завершении памятного митинга к подножию поклонного креста были возложены цветы. В наши дни все еще продолжается работа по восстановлению имен всех репрессированных и их реабилитации. Важно знать и помнить об ошибках прошлого, чтобы не допустить их повторения в будущем. Скира Артемова, Артем Шайтанов, информационный отдел Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».